Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Артем и это рубрика Hard News. Сегодня я расскажу о том, что же показала компания NVIDIA на выставке Seagraph 2017. Подобное видео я уже делал про компанию AMD, можете посмотреть, в правом углу сейчас будет ссылочка. Ну а мы начинаем. Большое видео о технологиях NVIDIA я уже как-то делал, в частности это GTC 2017, можете также все это посмотреть. Так вот, наконец-то на практике показали в том числе и систему Holodeck, кто был на выставке мог ее соответственно протестировать. Это очень интересная технология, надеваете шлем виртуальной реальности, контроллеры и можете проектировать какие-либо дизайнерские проекты именно в виртуальной среде. Создавать какие-то детали промышленного дизайна, детали механизмов, причем команда разработчиков может находиться вообще в разных местах. При этом снижается и время самой проектировки и, разумеется, затраты такой проектировки. Например, уже сейчас есть успешные разработки целых автомобилей именно в Holodeck. Тот же, например, Koenigsegg сейчас работает в этой системе. Ну а совсем скоро она уже будет доступна для всех. Так что VR от простых каких-то игрушек действительно превратился в прикладную технологию, в том числе и для сложных технических разработок. Следующий проект это Isaac. Обучение роботов в виртуальной среде. Наконец-то компания на практике продемонстрировала, как все это работает. Суть в том, что вы, находясь в VR, в виртуальной реальности, учите робота делать какие-либо вещи. Например, играть в домино. После этого все эти моменты, все эти элементы обучения уже переносятся автоматически в сам реальный робот, в саму реальную машину. И здесь преследуются две цели. Во-первых, уменьшается время самого обучения. А во-вторых, разумеется, и стоимость такого обучения. Причем в такой системе могут обучаться не только роботы, которые, например, в данном случае играют в домино, но и промышленные роботы, которые, например, производят сварку, сборку сложных механизмов и так далее. Эти роботы достаточно сложны в программировании и с помощью Isaac их можно очень быстро обучить, как работать с теми или иными механизмами и деталями. И таким образом свести уже ошибки в реальной жизни при работе таких роботов и, соответственно, значительно сэкономить средства. Сейчас все больше и больше обороты набирает новый вид рендеринга. Это так называемая трассировка лучей, при которой изображение получается наиболее фотореалистичное. При этом учитывается отражение лучей в режиме реального времени. Это, соответственно, требует достаточно больших ресурсов. И к тому же изображение, построенное с помощью трассировки лучей, очень часто очень сильно зашумлено. Связано это именно с алгоритмами работы трассировки лучей. Так вот, компания NVIDIA представила новый SDK, средство разработки под названием Optics 5.0. И с помощью глубокого машинного обучения можно очень легко убрать шум с такого изображения и получить просто отличную картинку фотореалистичного качества. Плюс еще эта картинка будет очень быстро рендериться. Я напомню, что у компании NVIDIA есть ряд продуктов на новой архитектуре NVIDIA VOLTA. В частности, это NVIDIA DGX Station. Относительно небольшой компьютер с четырьмя видеокартами Tesla V100. Общая производительность при вычислениях с одинарной точностью 480 TFLOPs. 64 ГБ HBM2 памяти всего для четырех ускорителей вместе, по 16 на каждом. Процессор здесь установлен Intel Xeon E5 2698 V4, 2.2 ГГц, 20-ядерный. Оперативная память 256 ГБ DDR4. Хранилище 3 SSD 1.92 ТБ в RAID 0. И для операционной системы точно такой же один диск. Две сетевых карты 10 ГБ и блок питания 1.5 КВт. При этом все здесь охлаждается с помощью системы водяного охлаждения. И уровень шума достаточно низкий. Это 35 ДБ примерно. Как вы видите, такая мощная система является очень энергоэффективной системой. 4 видеокарты и мощный процессор. И блок питания всего лишь в 1.5 КВт. Кроме этого, алгоритмы машинного обучения помогают в том числе и работать с лицевой анимацией. Когда происходит, например, захват лица актера для игр или для фильмов для того, чтобы создать собственно реалистичную лицевую анимацию. Это очень сложные алгоритмы и компания NVIDIA их реализует на практике. Таким образом, например, при разработке достаточно сложного фильма, либо игры, можно значительно сократить время для создания лицевой сложной анимации и выражения тех или иных эмоций. Кроме этого, даже на каких-либо ультрабуках теперь можно работать с профессиональными приложениями, со сложными какими-либо анимациями, с моделированием и так далее. Как вы спросите, да очень просто, используя внешний видеоадаптер. Компания NVIDIA сейчас разработала свой собственный бокс для внешней видеокарты, да не просто для внешней видеокарты, а для NVIDIA Quadro. Подключается все это через интерфейс Thunderbolt, либо USB Type-C Thunderbolt. И таким образом, даже на очень слабом каком-либо ноутбуке, ну, разумеется, там должен быть хороший процессор, можно работать со сложными проектами. Графическая карта внешняя вам позволит это делать. Кроме того, появился совершенно новый SDK, средство разработки под названием VR Works 360. Можно теперь создавать видео 360, не просто видео, а еще и стереовидео, то есть в формате 3D, для того, чтобы вещать, например, в прямом эфире. С помощью камер 360. Для телекомпаний, возможно, будет достаточно интересная штука, и скоро можно будет, наверное, даже на обычном телевизоре смотреть 360 видео. Но это все, конечно же, в будущем. Причем есть уже железные хардверные реализации. Компания Z-CAM выпускает несколько камер, в частности, камера V1 Pro. Немножко технических характеристик. Вес 2,38 кг. Оптика с обзором 190 градусов, f2.8-11, сенсор 4,3 дюйма Sony CMOS, ISO от 100 до 3200 и в расширенном формате 6400-12800. При этом видео может быть 8К на 4К при количестве кадров 30, это когда оно уже склеено в формат 360. Либо в стерео формате 7К на 7К при 30 кадрах в секунду. Таким образом, компания NVIDIA все, что в последнее время показывала на своих презентациях, успешно реализует на практике. Это и проект ISEC. Это и глубокое машинное обучение для ускорения рендеринга и для, например, той же лицевой анимации. Также можно будет и обучать не только роботов, но и, например, другие механизмы, те же автомобили, водить полностью в безопасном режиме без человека и так далее. Так что совсем скоро нас ждет совсем другое будущее. А вы тем временем ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и до встречи в следующих видео. Пока-пока!